МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Номер 11. Максим Гришин. Подробности в нашем материале. Почему делаю отдельный показ? Посмотрите. Он не мыслит себя без своего лицея. Разговором о нелегкой учительской доле предпочитает беседы по душам с учениками. Максим Гришин, молодой педагог столичного лицея номер 11, говорит, чтобы завоевать авторитет у школьников, ему приходится постоянно совершенствоваться не только в методике обучения, но и вне стандартности мышления. Современные дети – особые. С их видением жизни, с их информационным образом жизни, у нас вот даже модуль, который я веду, частично это нововведение, что не только ручной труд используется на технологии, но и модуль вводится нами, это информационная технология. Чтобы преподавание было системным, Максим сам написал методическое пособие по естествознанию. В небольшой брошюре подробно изложил, как природные объекты, явления и процессы объяснить детям понятным языком. Школьники этого лицея уже давно практикуют летние практические занятия. Они выезжают в загородный лагерь целыми классами, где и отдыхают, и учатся. Помимо загородной лагерной жизни у нас проводятся занятия. Причем занятия не в стандартной форме, не вот так, как дети привыкли в классе за партами, а прямо могут занятия проходить под открытым небом. И причем мы используем различные интересные занятия в плане того, что проводим какие-то эксперименты. Если, допустим, тему плотность проходили, то мы эту тему отрабатываем на базе, допустим, элементарного сосуда с водой и апельсином. Эти педагогические наработки оказались полезными. Дети стали лучше понимать и запоминать выученный материал. А работу молодого учителя, которому всего-то 29 исполнилось, оценили на всероссийском уровне. В этом году он получил грант в рамках нацпроекта образования. Максим Гришин стал востребованным учителем, конечно, не просто так. В результате комплексной программы по поддержке молодых учителей педагоги-наставники внесли свою лепту. Молодых у нас любят, но, тем не менее, отношение к ним немножко другое. И поэтому роль наставника как раз в том, чтобы помочь учителю влиться в свою профессию. Мы очень тесно сотрудничаем с высшими учебными заведениями. И есть наши педагоги, которые работают в Борисском государственном университете при подготовке педагогической специальности. И часто молодые педагоги, которые появляются в нашей школе, это студенты наших учителей, которые приходят к нам на практику и потом остаются. Республика Мариел не оставляет молодые кадры в стороне. В целях финансовой поддержки молодых учителей, а их в регионе чуть более тысячи, реализуется программа субсидирования процентной ставки по ипотеке, выделения земельных наделов в районах республики, под личное строительство и служебного жилья. Поддерживают молодых специалистов в Мариел и методически. Летняя и зимняя школа молодых педагогов – обязательный пункт повышения квалификации для каждого. Они вдохновляют учителей на что-то инновационное. И работа Максима Гришина – яркий тому пример. Ведь у молодости есть главное преимущество – в этот период всегда легче начинать что-то совершенно новое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова